Состояние водоснабжения в регионе и проводимую работу по улучшению его качества обсудили в правительстве на совещании у Владимира Сластенина. Общий объем добываемой воды по республике более 83 тысяч кубометров в сутки. Питьевой воды для населения, между тем, необходимо 104 тысячи кубометров в сутки. Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжение потери воды при транспортировке составляет до 20%. Остается недостаточным объем работ по замене ветхих разводящих сетей на территориях муниципальных образований. По данным мониторинга, в среднем 66,5% сетей нуждаются в замене. Несмотря на то, что ситуация с подачей воды немного стабилизировалась благодаря закупке и установке 13 глубинных погружных насосов за счет средств Национального фонда развития Ингушетии, проблемы с подачей воды остаются. Самые проблемные районы на сегодняшний день – это Молгобегский, часть Назрановского района, в частности Плиево и Гамурзиево. Об этом подробно Диана Дударова. Плитку во дворе чистят непроточной водой. В дело пошло содержимое бассейна, который накануне наполнил дождь. Именно благодаря погоде последние несколько дней жители селения Газиюрт спокойно моют посуду под краном в раковине. Семья Газгиреевых уже более 20 лет испытывает проблемы с жизненно важным ресурсом. Особенно остро его нехватка ощущается летом. Приходится воду покупать и наполнять колодец. Это проблема коснулась не только улицы Яндиева. Слабо поступает вода и на улице Асканово, Свободы, Горная, Базоркино и Береговая. Все потому, что они находятся в верхней части села. Давления не хватает. Но дело еще и в водопроводных сетях. Они изношены. Большого напора не выдержат. Так местным властям пришлось недавно устранить несколько крупных порывов труб. Водой Газиюрт обеспечивает накопительная бочка, находящаяся в сельском поселении Барсуки. Вода слабо поступает. То, что там закачали, вот они нам дают. Это мало. Нам не хватает. Местные жители и представители муниципалитета все как один мечтают о строительстве собственной скважины на территории села. Ведь численность населения с 5000 возросла до 10 тысяч человек. Сейчас с такой просьбой они готовят письма в адрес правительства региона. Только с его строительством и заменой ветких водопроводных сетей решится проблема с водой в Газиюрте. Когда мы подаем даже 16 атмосферное давление в трубы, трубы автоматически не выдерживают уже, лопаются. Сейчас я ехал со стороны Барсуки, уже видел там огромный порыв. Это утечка воды. Если в каком-то месте будет уже утечка воды, уже соответственно по улице Инди вода не поднимется. Потому что уже не хватит ни сил, ни давления хватит, чтобы поднялась вода в эту сторону. Последние три дня тонкой струйкой вода пошла и в Плеево. Это поселение вот уже сколько лет занимает первое место в самом жарком рейтинге. Правда, как заявляют представители водоканала, на это повлияла не погода, а проведенные работы на Альтиевском водозаборе. Тем не менее, этот напор не позволяет пользоваться водой в полной мере. Многие уже не помнят, когда последний раз держали огород. Вода сюда поступает из Альтиевского водозабора и с новой водонасосной станции, запущенной в прошлом году в Магасе. Правда, с наступлением лета и этих запасов не хватает. Также в этом году для бесперебойной подачи были приобретены новые погружные насосы. Пока их устанавливали и осваивали, появились другие препятствия. Мощность нового оборудования не выдерживают ветхие сети. Местная администрация жалуется, с начала лета приходится регулярно устранять по 9-10 порывов в день. В Магасовске у нас более-менее лучшая ситуация с ДКФ, в том плане, что там новое оборудование. На Вальтиево у нас, видимо, все старое оборудование, поэтому у нас проблемы. Изношенность водопроводных сетей – это у нас большая проблема. Можно сказать, что процентов 50-60 сетей нужно подлежать замене. В общем, все эти проблемы мало волнуют местных жителей, а это более 20 тысяч человек. Они просто хотят свободно пользоваться элементарными человеческими благами. Пока их успокаивает хотя бы то, что регулярно подвозят воду. А чтобы решить проблему в корне, по словам представителей водоканала, необходимо полностью заменить водоснабжающие сети села. Правда, не все упирается в отсутствие воды или ветхие водопроводные сети. Очень часто ее не хватает из-за отсутствия экономии. Многие жители этих поселений беспощадно растрачивают жизненно важный ресурс. Не задумываясь, что в это же время оставляют соседей с других улиц без воды даже для питья. Местные власти и старейшины Богослова не перестают призывать прекратить бесполезное расходование. И напоминают, что ее рациональное использование позволит хоть как-то облегчить ситуацию летом. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.